Всем привет! Меня зовут Илья Яшин. Прошло уже больше недели после начала вторжения путинских войск на территорию Украины. Все эти дни мы следим за сводками боевых действий, наблюдаем обстрелы, разбитую бронетехнику и горящие здания. Пытаемся оценить реальный масштаб жертв с обеих сторон и пребываем в оцепенении от происходящего ужаса. Говорить правду о войне становится все сложнее. Особенно если вы, как и я, остаетесь в России, и не собираетесь уезжать. Журналистам в худших традициях Оруэлла запрещают называть войну войной. Прокуратура блокирует независимые СМИ. От эфира отключили радиостанцию «Эхо Москвы», телеканал «Дождь». Ну а Госдума принимает закон, по которому людей можно будет сажать на 15 лет за так называемые фейки про эту военную операцию. Ну то есть, проще говоря, вас могут арестовать, если будете публично рассказывать то, что отличается от официальной версии российских властей. Тем не менее, озвучивать правду очень важно, с какими бы рисками это не было связано. И пока я жив, здоров и на свободе, считаю своим долгом честно говорить об этой, как я считаю, преступной и братоубийственной войне. Потому что, как известно, для торжества зла достаточно лишь того, чтобы хорошие люди ничего не делали. Сегодня я хочу подвести первые итоги так называемой военной кампании Путина против Украины, так как я вижу эти итоги. Мы сравним ожидания от этой войны с мрачной реальностью, попробуем проанализировать, какие ошибки допустило российское руководство. Ошибки, которые привели к огромным жертвам, трагедии украинского народа и к тяжелой изоляции России. Поставьте лайк этому видео, чтобы YouTube чаще рекомендовал его другим пользователям. Поделитесь роликом в соцсетях, подписывайтесь на мой канал и поддержите его работу, став спонсором. Ссылка, как всегда, в закрепленном комментарии. Мы начинаем. Наши подлодки способны выпустить более полутысячи ядерных боеголовок, что гарантированно уничтожают США и все страны НАТО в придачу. Нам что, воевать с блоком НАТО? Итак, какие предварительные итоги военной операции против Украины я вижу и какие основные ошибки, с моей точки зрения, допустил Путин? Первый и главный итог – у российской армии не получился блицкрик. Ну, то есть скоротечная война, когда основные боевые задачи решаются за несколько дней в ходе стремительного наступления. Я полагаю, что план военной операции был примерно такой. День первый. Подавление украинской системы противовоздушной обороны массированным залповым огнем и ракетными ударами. Разгром или захват военных аэродромов точечными атаками авиации и высадкой десанта. Таким образом, в первые часы наступательной кампании предполагалось обеспечить полное господство в воздухе. Следующий день. Продолжение массированных ударов с воздуха с целью уничтожения военной инфраструктуры противника. Уничтожение складов, ангаров с техникой, командных пунктов, радиолокационных станций. Ну, то есть радикальный подрыв оборонительного потенциала вооруженных сил Украины и разрушение линий снабжения отдельных ее частей. Благодаря такой тактике к третьему дню, как мне кажется, планировалось обеспечить на фронте благоприятные условия для широкомасштабной наземной операции, в ходе которой российская армия могла бы стремительно продвигаться вперед. Основные части наступали на города Сумы, Харьков и Мариуполь на востоке Украины. Крупное продвижение было обозначено с территории Крыма в Херсонскую область. И от северной границы Украины большие силы были брошены в сторону Киева, который, разумеется, был обозначен как приоритетная цель. Все понимают, что взятие столицы значительно подрывает моральный и боевой дух защитников Украины. Если проанализировать наступление российской армии, то можно предположить, что планировалось, по сути, разрезать страну на две части, взяв ряд крупных городов, включая Киев. Украинские части, расположенные на востоке, были бы вынуждены отступать к городу Днепр, где они должны были попасть в окружение, в так называемый котел. И были бы вынуждены либо сдаться, ну, либо без внешней поддержки нести тяжелые потери. Собственно, кремлевская пропаганда особо и не скрывала, что Путин не рассчитывает Россия. Киев обещали взять силами десанта уже к обеду, после чего отпраздновать победу концертом Газманова. Приказ министра обороны Шойгу. 6 утра подъем, 7 утра утренний туалет, 8 завтрак, 9.00 нападение на Украину, 12.00 обед, 13.00 взятие Киева, 18 концерт Газманова, 21.00 салют. Единственное, чего не хватает, это даты, Евгений Петрович. А в остальном, мне кажется, недалеки от истины. Ну, то есть, грубо говоря, Путин хотел взять Украину по сценарию Грузии 2008 года. Тогда российским частям хватило пяти дней, чтобы дойти до Тбилиси и под угрозой захвата столицы вынудить западных лидеров сесть за стол переговоров. Причем Кремль тогда вел диалог с позицией силы, которую продемонстрировал в ходе боевых действий. Я напомню, что после войны с Грузией началось временное потепление отношений с США, так называемый процесс перезагрузки. В Москву приезжал Обама, а во время ответного визита в США тогдашний президент Медведев радостно поедал гамбургеры и разглядывал айфоны. И первая главная ошибка Путина была в том, что, судя по всему, он сильно переоценил возможности российской армии и явно недооценил оборонительный потенциал украинских вооруженных сил. Вот как я себе представляю эту картину? Путин проводит совещание, на котором присутствуют глава генерального штаба, министр обороны, другие крупные силовики. И все наперебой рассказывают президенту, как здорово подготовлена наша армия, какое современное вооружение она получила, какая она непобедимая. Не уступает даже США. Путин ездит на учения, ему показывают стремительные танковые маневры, высадку десанта, мощный огневой потенциал. Ему демонстрируют новейшие ракетные разработки, и президент с гордостью показывает депутатам мультики с российской ракетой, которая готова облететь весь земной шар и поразить вообще любую цель в любой точке мира. Как вы понимаете, ничего подобного ни у кого в мире пока нет. Ну то есть генералы, желая угодить Путину и зная, как он любит играть в солдатиков, формируют в его голове абсолютную уверенность в том, что армия России непобедима. Какая там Украина? Что она вообще может противопоставить нашему мощному потенциалу? С метем одним аж броском. Они там все разбегутся, побросав новенькое оружие, которое им прислали американцы. Посмотрите вон на Афганистан. Американцы там армию создавали 20 лет, но как только талибы подошли к Кабулу, все эти вояки разбежались, сдав страну без боя. И на Украине будет точно так же. И, конечно, Путин поверил, что никакого серьезного сопротивления на территории Украины российская армия не встретит. Что максимум за неделю страна окажется под его полным контролем, и он снова сможет навязать Западу диалог с позицией силы. Но Украина – это не Афганистан, где армия и правда разбежалась. И не Грузия – маленькая страна, которая не смогла сдержать военного напора огромной России. Украина – крупная европейская держава, где живет 44 миллиона человек. 8 лет назад у нее силой отобрали часть территории, и все эти годы она создавала с нуля армию и готовилась к отражению новой атаки. Разработанный московскими генералами план столкнулся с жестокой реальностью. Российские части хоть и продвигаются, но гораздо медленнее, чем планировало командование. Повсеместно украинцы оказывают жесткое сопротивление, и продвижение путинских частей теряет темп. За каждый город идут тяжелые бои. Добровольцы вооружаются, образуя отряды территориальной обороны. На городских улицах под гусеницы танков летят коктейли Молотова, которые жители готовят в кустарных условиях. Россия несет тяжелые потери в этой войне. Только по официальным данным за первую неделю боев армия потеряла почти 500 человек убитыми и почти 1600 ранеными. Честно говоря, в эти цифры сложно поверить. Я предполагаю, что потери значительно больше, но реальные цифры власти не хотят называть, чтобы не провоцировать общественное недовольство. Сотни, а возможно тысячи убитых и раненых. Но основные задачи далеки от выполнения. Генералы обещали стремительную кампанию и быструю победу. Но в реальности кажется, что мы все глубже и глубже увязаем в этой тяжелой войне. А поскольку армия, судя по всему, не готовилась к длительному конфликту, то легко поверить, что технику приходится бросать из-за отсутствия топлива, что солдатам зачастую не хватает продовольствия, что нарушается логистика снабжения передовых частей. Ведь затяжная кампания на чужой территории требует совсем иной подготовки. Второй итог и вторая ошибка Путина. Стратеги в Кремле явно верили, что Украина будет встречать российских солдат с цветами и слезами радости. Ведь Путин, очевидно, убедил самого себя, что народ Украины страдает под гнетом, как он выразился, киевской шайке нацистов и наркоманов. К тому же в его памяти живы картинки 2014 года, когда в Крыму и некоторых районах Донбасса часть людей выходила с российскими флагами и под лозунгами «Путин введи войска». Ну то есть в Кремле были убеждены, что для прихода так называемого русского мира в Украине есть широкая социальная база поддержки. Ну кроме, может, совсем уж западных регионов. Но предполагалось, что Восток и центральная часть страны с радостью встретят российские войска. Но и здесь Путин просчитался. Если до сих пор в Украине и была дискуссия, куда двигаться, к интеграции с Россией или в сторону Европы, то сейчас эта тема закрыта. Неужели кому-то непонятно, что мы воспринимаемся теперь как страна-агрессор? Даже пророссийские политики, мэры городов берут в руки оружие и организуют оборону. Военное вторжение, обстрелы залповым огнем, бомбежки превратили Путина в образ абсолютного зла. И важно понимать, что для Украины эта война стала по-настоящему отечественной. В стране наблюдается невероятный патриотический подъем. Люди идут сражаться с превосходящими силами и демонстрируют готовность платить собственными жизнями за свою землю, за свою свободу и независимость. Суверенитет перестал быть для украинцев термином из учебника политологии. Он стал настоящей ценностью, за которую люди проливают кровь и готовы жертвовать собой. Мы видим, как в захваченных городах местные жители без оружия с национальными флагами Украины встают на пути российских бронетанковых колонн. Они поют гимн своей страны, стоя под прицелами пулеметов. И российские молоденькие солдаты смотрят на это в полной растерянности. Ведь политруки говорили им, что тут будут встречать их как освободители. А президент Украины Владимир Зеленский в первые же дни войны подпишет акт о капитуляции. Кстати, Зеленского Путин тоже явно недооценил. Он всегда относился к нему пренебрежительно. Ну, какой-то артист комедийного жанра, клоун. Что он вообще может понимать в геополитике? Какой из него президент? Тем более президент военного времени. Но Зеленский явно проникся важностью исторического момента. И, как многие украинцы, готов рисковать собственной жизнью ради того, чтобы страна выстояла и сохранила свою независимость. Когда танки подошли Киеву, сразу несколько западных лидеров предложили украинскому президенту эвакуацию. Но он никуда не уехал. Остался в осажденном Киеве, ведет себя смело и очень достойно. Все уже забыли, что когда-то он был клоуном. Для большинства украинцев он сегодня национальный лидер, который сражается вместе со своим народом. Путин, похоже, рассчитывал, что после начала войны народ восстанет против Зеленского и поднимет бунт. И президент России прямо обращался к украинским военным, требуя сместить президента, взять власть в свои руки и, по сути, образовать хунту, с которой Кремль мог бы начать диалог. Еще раз обращаюсь к военнослужащим вооруженных сил Украины. Не позволяйте неонацистам и бендеровцам использовать ваших детей, ваших жен и стариков в качестве живого счета. Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве. Но армия Украины осталась верна своему главнокомандующему, который никуда не сбежал. А популярность Зеленского в народе достигла рекордной отметки. По опросам сегодня его поддерживает больше 90% украинцев. Ошибка Путина. Ему казалось, он будет воевать против киевского режима при массовой поддержке простых украинцев. А в итоге российская армия вынуждена воевать с украинским народом, в то время как политическая власть Зеленского значительно укрепилась. Идем дальше. Третий итог и третья ошибка президента России. Путин оказался совсем не готов к такой жесткой реакции со стороны Запада. Да, в чем-то Путин оказался прав. Он верно рассчитал, что НАТО не будет воевать с Россией за украинскую независимость. Понятно, что это прямой путь к ядерной войне и уничтожению всего живого на земле. А Путин ведь совершенно не скрывает, что готов нажать ядерную кнопку. И на фоне происходящего безумия, думаю, мало кто уже сомневается, что он не блефует и действительно способен уничтожить весь мир, включая Россию. И мы как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут. Но Украина получает колоссальную политическую и материальную поддержку практически всего мира. Буквально все мировое сообщество болеет сегодня за успех украинцев, выражает солидарность нации, сражающаяся за свое право на существование. А вот наша страна, напротив, оказалась в тяжелейшей блокаде и изоляции, адаптироваться к которой будет очень сложно, если не сказать невозможно. Во-первых, у нас вообще не осталось союзников. На Генеральной Ассамблее ООН прошло голосование за резолюцию с осуждением российской агрессии. Против выступили только пять стран. Сама Россия, Беларусь, Сирия, Эритрея и Северная Корея. За осуждение России голосовала традиционно дружественная Сербия, отказал в поддержке Китай, который осудил Путина за ядерные угрозы и подчеркнул, у нас тесные экономические связи, но мы не союзники. Прокремлевский президент Чехии, которого обвиняли в получении денег из Москвы, выступил за максимально жесткие санкции и первым предложил отключить Россию от финансовой системы SWIFT. Путин реально напугал весь мир. Но этот страх совсем не равен уважению. Путин сегодня абсолютный антигерой мировой политики. В разных странах его открыто сравнивают с Гитлером. А Россия под его руководством все глубже погружается в изоляцию. Под тяжестью санкций наша экономика трещит по швам. Мы видим крушение рубля, заморозку золотовалютных резервов, отключение страны от международных рынков, уход из России крупнейших мировых компаний. Граждан ждет неизбежный рост цен и снижение доходов. Жизнь в России станет дороже, а люди беднее. При этом, начиная войну с Украиной, Путин заявлял, что его цель – отодвинуть НАТО и Евросоюз от российских границ. Но, судя по всему, получит обратный эффект. До сих пор нейтральные Финляндия и Швеция уже начали диалог о присоединении к НАТО. А президента Украины стоя приветствуют в Европарламенте, и ЕС начал процедуру ускоренного приема страны в свое сообщество. Видимо, уже в этом году мы увидим Украину в составе Евросоюза. В общем, Путин заигрался в геополитику. Наша пропаганда много лет уверяла, будто президент России – самый мудрый и опытный политик в мире. Будто он способен переиграть любого. Так долго нас в этом убеждали, что Путин, похоже, и сам в это поверил. Но правда в том, что у Путина довольно низкая политическая квалификация и завышенное самомнение. Он допускает тяжелые ошибки и не просчитывает последствия своих действий. Кровавая авантюра в Украине дорого ему обойдется. Путин повторил типичную ошибку русских вождей, которые слишком доверяли генералам и впадали в военную эйфорию. Николай II в начале прошлого столетия начал, как ему казалось, маленькую победоносную войну с Японией, которая обернулась тяжелыми человеческими потерями, экономическим кризисом и утратой русских территорий на Востоке. Борис Ельцин в 1994 году поверил министру обороны генералу Грачеву, который обещал взять Грозный за два часа силами парашютно-десантного полка. А в итоге Россия получила чудовищную по своей жестокости чеченскую войну и море человеческих жертв. И вот теперь Путин, судя по всему, позволил генералам Шойгу и Герасимову убедить себя, что Украина будет взята под контроль российской армии с минимальными потерями и в кратчайшие сроки. В итоге мы получили национальную катастрофу, реальную цену которой пока еще даже невозможно просчитать. Путин мог войти в историю как великий лидер исторического масштаба. В начале 2000-х у него была растущая на нефтяных деньгах экономика, огромная поддержка в обществе и высокая лояльность на мировой арене. У Путина было все, чтобы провести реформы, способные обеспечить России устойчивое развитие, высокий уровень жизни и безопасность. Вместо этого он превратил нас в мировых изгоев, которые беднеют с каждым днем, нападают на соседей и грозят всему миру ядерным оружием. Владимир Путин — это позор России. И годы его правления останутся черной страницей в учебниках нашей истории. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Пожалуйста, поставьте лайк, чтобы ролик чаще попадал в рекомендации YouTube. Делитесь им в соцсетях, активнее комментируйте и обязательно подпишитесь на мой канал. Напоминаю также, что вы можете поддержать мою работу, став спонсором канала. Ссылка в закрепленном комментарии. До новых встреч, друзья!